Продолжение следует... Описывалась ситуация, с которой столкнется человечество через 30 лет, и говорилось о том, что, в общем-то, цивилизация человеческая достигла своих пределов в развитии. Больше ни областей, ни стримов, где человечество может расти, его нет. И КТ всей своей сущностью и информационной революцией, которой, в общем, на наших с вами глазах делалось, они доказывают то, что совершенно обратное. И в этой связи, кстати сказать, символично, что конференцию по развитию электросвязи 2014 года принимают Арабские Эмираты. Хотелось бы выразить правительству Арабских Эмиратов и организаторам за предоставление условий для плодотворной работы прекрасных в столь сжатые сроки. И спасибо за это вам большое. Что касается администрации связи России, мы одна из 20 стран, которая 150 лет тому назад основала Союз электросвязи. И мы высоко оцениваем всю возрастающую роль МСЭ в развитии КТ на базе современных достижений науки и техники. Финансовый кризис, рост нарушений и преступлений в сфере применения электросвязи и КТ. Очевидно, что неспособность частных и неправительственных организаций отвечать этим вызовам и защищать население. Еще раз продемонстрировали потенциал межправительственной организации, системы ООН, каковым является Международный Союз электросвязи. В сфере деятельности Союза находятся самые чувствительные темы, которые касаются международного регулирования, взаимоотношений государства и бизнеса, гражданского общества, частного сектора, научных и экономических и академических кругов. Мы видим, как возрастает актуальность вопросов, связанных с расширением широкополосного доступа, с его развитием, в том числе для людей, у которых ограничены возможности, с доверием и безопасностью в сфере КТ и с ролью КТ в сфере предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций. Также мы хотели бы отметить исключительную важность перехода к цифровому вещанию и к новому IPv6 формату, стандарту. Мы убеждены, что на современном этапе все страны, благодаря содействию МСЭ, ясно представляют себе цели и задачи по внедрению современных технологий. Что касается нас, мы, как и другие страны, активно работаем над достижениями целей тысячелетия по вопросам информационного общества. Несмотря на непростые экономические условия, размер, территорию нашей страны и плотность населения, мы считаем, что объемы качества услуг, предоставляемых отраслью связи в России, последовательно улучшаются и растут. Российская Федерация считает важным дальнейшее укрепление роли МСЭ в целом и, в частности, сектора развития, который непосредственно работает и с государственными членами сектора по внедрению результатов деятельности Союза, уделяя при этом особое внимание вопросам развития инфраструктуры и КТ и укреплению доверия и безопасности при использовании КТ. Мы считаем, что надо широчайшим образом привлекать развивающиеся страны к выработке рекомендаций, стандартов, правовых механизмов, и это позволит мировому сообществу более четко понять интересы и потребности подавляющего большинства мирового населения справедливым и приемлемым в ценовом отношении, широкополосном доступе к информации и знаниям, как одного из ключевых аспектов социально-экономического развития страны. Что касается России, у нас идет реформирование универсального обслуживания, федеральным законом у нас определенный оператор, который возьмет на себя обязательства по поддержке и развитию существующей инфраструктуры, универсальные услуги связи, которые включают таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет. У нас есть очень амбициозная задача по покрытию всех населенных пунктов. Достаточно взглянуть на карту России, чтобы понять, как это тяжело. Это все равно, чтобы во второй раз освоить Сибирь и Дальний Восток населенных пунктов численностью до 500 человек. Что касается непосредственной структуры ИКТ, у нас по состоянию на конец 2013 года к ШПД подключено 55% населения. У нас очень амбициозная задача, поставленная президентом в 2018 году. У нас в ШПД должно быть охвачено 97% населения. У нас подсчитано, что 10% рост проникновения в ШПД создает потенциал для роста внутреннего валового продукта на 1,5%. Та реформа, о которой мы говорим, она обеспечит дополнительное подключение к широкополосному доступу и увеличение его на 30-35%. Российская Федерация и впредь будет поддерживать активную позицию Международного союза электросвязи не только как специализированной организации ООН в сфере телекоммуникации, но и как ведущей международной организации в этом направлении. Со своей стороны Российская Федерация будет по-прежнему активно содействовать МСЭ в выполнении его основной миссии, дать возможность всем жителям планеты пользоваться преимуществами ЭКТ. На данной конференции мы предлагаем кандидатуру доктора Владимира Минкина для переизбрания на пост председателя консультативной группы по развитию электросвязи, а также Евгения Бондаренко на пост вице-председателя 2-й следственной комиссии. На полномочной конференции, которая пройдет в Пусане в этом году, мы будем рекомендовать кандидатуру Виктора Андреевича Стрельца на пост члена радиорегламентарного комитета. Эти люди широко известны в телекоммуникационном мире, и нам представляется, что делегирование их России найдет поддержку и ответный отклик у членов Союза. Россия собирается баллотироваться в Совет МСС, в Пусане. Желаю всем участникам конференции плодотворной и конструктивной работы, а также новых смелых решений и успехов. Благодарю вас, господин председатель. Благодарю вас, господин председатель. Благодарю вас, господин председатель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...